У нас начинается, ну как начинается, вот у нас уже были какие-то пики, были какие-то баны, я просто только подошел, это у нас получается четвертая карта, возможно последняя, возможно нет, кто его знает, все может быть, как говорится, чудеса, вот они, предыдущую третью карту овала смогли отжать, довольно уверенно, довольно быстро, хороший драфт, хороший пик, хорошая реализация, хорошее понимание игры, четко все сделали и в принципе оставили Ван Вин без штанов на предыдущей карте, посмотрим как будет на этой, давайте быстренько перейдем к банам, что у нас там по банам, забанили Энигму, Ван Вин, Лину, Фуриона, Шадуф Демона и Медузку, Авалас, со своей стороны убрали снайпера, Прэмалбиста, Санкинга, Мирану и Тинкера, до сих пор они не хотят играть против этого Тинкера, ну, понимаю, напрягает, так, есть ВРК, есть Нага, непонятно у нас, куда, ВРК, куда Нага, Керри ли это ВРК или Керри это Нага, сейчас кто у нас, ну, с думом все более ясно, думаю у нас, третья позиция, Хардлайн, Нужно ждать, нужно ждать следующие пиги, чтобы понять кто, куда, зачем, почему, как говорится Осталось 10 секунд Осталось 5 секунд То есть я склоняюсь к тому, что это Керри ВРК, так как все-таки Ванна Вин, они играют через Керри ВРК, много играют, посмотрим, еще следующий пики, но, Белочка, так это четверка, Белка, Нага, видимо, пятерка, Дум, тройка и получается Керри ВРК, нужно добрать какого-то мидера, да, какого-то героя в центральную линию, так, смотрим, что в Овалос, в Овалос чуть, чуть вроде по-другому, есть Панга, есть Батрейдер, есть ЦМК, так, ну, ЦМК у нас либо пятерка, либо четверка, да, Батрейдер, ну, скорее всего, ЦМК у нас для Санейка, так как Санейка играет на ЦМК, постоянно сомневаюсь, что он отдаст, отдаст как раз-таки ЦМК, да, какому-то другому игроку, я думаю, что это ЦМК пятерка, Батрейдер у нас четверка, а вот куда Панга, вот, с Панга будет чуть, чуть посложнее, возможно, это медовый Панга, возможно, это Хардлейнер Панга, хотя Панга против ВРК, такое себе, то есть лучше отправить Панга в мид, хотя мы еще не понимаем до конца, кто там будет в Ван Вин, мидер, ну, если мы отправляем ВРК в легкую линию, тогда нужно подождать Бруда, о, как, это что-то у нас получается, то есть не совсем понятно, это Керри Бруда, да, или это Хардлейнер Бруда, не знаю, ну, посмотрим, то есть если прямо, ну, да, видимо, это Керри Бруда, потому что Бруда хорошо стоит против, думаю, ну, неплохо стоит, да, Бруда плюс ЦМК хорошая линия, кто как не Санейко знает об этом, так что смею предположить, что это Керри Бруда, получается у нас Панга мид, Батрейдер четверка, ЦМК пятерка и Брудмазер у нас Керри, да, в легкую линию, получается, что нужно добрать Хардлейнер о команде Овалос, прям вижу, как здесь заходит Бесмастер, прям вот, прям просится Бесмастер или Кентавр, тоже отлично здесь смотрится, Кунку, к сожалению, забанили, Кунка здесь весьма неплох, очень даже неплох, но ладно, ладно, блин, Кентавр, Бесмастер, Брюмастер, это из-за того, кто, кто может сюда залететь, да, кто может двигать карты, кто может наводить суету, ну, который активный, активный с уроном, с ХП, который может потанчить, кстати, Кентавра забанили, но остается, ну, Брюмастер, так, а получается нам, что Ван Вин нужно добрать себе мид, правильно, они забанили, Кускаро, постоянно этот Кускаро в бане, ну, видимо, да, видимо, да, ну, ладно, подождем, ну, нет, я, если честно, не уверен, это я просто, ну, предположил, ты понимаешь, а как она на самом деле будет, мы как раз-таки прямо сейчас и узнаем, дорогой мой друг, прямо сейчас мы узнаем. Брюмастер появился, да, забанили морфа, они, то есть, не до конца уверены, правильно, кто там будет, Керри, ну, ладно, ну, это Санейка, это Санейка, который точно так же понимает игру, ну, как говорится, точно так же, это я, скорее, что-то там худо-бедно что-то понимаю, Санейка шарит, Санейка шарит, и Брюмастер здесь отлично уписывается, я бы даже сказал, так что хороший пик, вы знаете, хороший пик у команды Авалас. Единственное, что меня чуть-чуть смущает, это Керри Бруда, то есть, как, ну, она постоит хорошо линию, ну, а дальше, блин, есть Нага со своим сном, есть Худвинг, и есть ВРочка, которая сможет эту Бруду просто на 0 умножить, если у нас Керри ВРка, то есть, ну, я все-таки думаю, что это Керри ВРка, что Мункуши раздаст, покажет, как говорится, покажет уровень, друзья. Выберите своего героя. Привет, смотрю твои записи в ютубе и, наконец, попал на трансу, спасибо тебе за твою работу, дружище. Привет и тебе, и тебе, в первую очередь, спасибо за такой десный комментарий, мне приятно, и мне приятно не так от, ну, от комментария, естественно, мне приятно, но мне больше приятно, что тебе нравится, что ты смотришь, так что это взаимно, взаимно. Саки Рос, Саки Рос, интересный ник, где-то я слышал такое, Саки Рос. Ладно, так, давайте вернемся, спасибо еще раз, вернемся к драфтам, добрали себе Ван Вина Эмбер Спирита, в принципе, в принципе. Да, керри Верка мы видим, дум настройка, свиденстронг четверка и нага пятерка. Ну, блин, ничего сложного на самом деле, все-таки для Ван Вин. Вот с Абалас там были, возможно, какие-то проблемы насчет понимания их пика, но видим, что, как говорилось, так и есть. Имбурда у нас керри, Абрюмастер у нас хард, а Панга у нас мидер. Санейка пятерка и Эки, он же бэтрайдер, четверка. Блин, ну, знаете что, Санейка на самом деле просто тащит на своем горбу, это правда. Он реально круто драфтит, круто пикает, и, блин, вот еще бы им подтянуть реализацию, всего этого, сказать, что здесь так же сильный пик, как и на предыдущей карте, нельзя. Нельзя, здесь, я бы сказал, очень равный пик, очень равный пик. Готовьтесь к битве. Панга, в принципе, должен загнобить Эмбер Спирита, хоть и они закрыли этим Эмбер Спиритом, Панга хорошо стоит против Эмбер Спирита. То есть, хороший Панга должен иметь... Ну, ладно, то есть, возможно, это там прям жестко было сказано по поводу того, что он прям должен загнобить. Возможно, это грубо, и я чуть так перебрал. То есть, он просто, ну, получше должен стоять. Не на много, но получше. Дальше. Бруда, которая стоит против, получается, против Дума. Дум свое должен нафармить, Бруда свое должен нафармить. То есть, Дум не может убить Бруду до шестого уровня, в принципе, как и Бруда. То есть, если не считая каких-то там вылазок, стратегий, еще что-то, да, нападений. Дальше. Берем Керри Верку, которая стоит против Брюмастера. Брюмастер плюс. Если бы здесь была Белка, офигеть бы было сложно Верке. Но там не Белка, там у нас получается Бэтрайдер. Так что... Битва начинается. Ну, тоже плюс-минус. Ну, блин, ровно, реально все ровно. Так, есть сетка на Бруду. Есть Кристалл новая. Что с Малинайд... С Малинайду нужно уходить. Да. Нет, он не уходит. Он делает ТП просто на топ-линию. Но битый, сильно битый. Сейчас просто потратит два танга, чтобы отхилиться до фула. Нет, 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 нет. Битва. Ну, это классика. Эмбер против Панга. Это классика. Мы часто видим такие линии. Так что... Посмотрим, посмотрим. Хороший Панга должен побеждать. Не сильно, но должен побеждать. Проблема в том, что я вот не знаю, как там Шира на Эмберспирите играет. Я... Сколько матчей смотрел, очень мало видела Ширу на Эмберспирите. Так что... Не знаю, сильно это его сторона или нет. Игры на Эмберспирите. Посмотрим. Это четвертая карта. Возможно, последняя. Возможно, предпоследняя. Кто его знает? Фавориты? Ну, фавориты OneWin. И на карте, и в принципе на встрече. Ликом. Ну, и я, пожалуй, с этим соглашусь. Все-таки это разный уровень игры. Разный уровень команды. И разный уровень самых игроков. Так, что здесь? Нападение на Мункуша. Неплохо так. Мункуша пробили. 9-0 против 7-1. Да, видим, его пробили. Но Верка свое получит. Получит Верка с Виндраном. Может на Изи уходить. Плюс стики купили. Стики заряжаются. Так, обходят. Пошло пиво. Есть бочка от Эки. Пока что у нас в КД Виндран. И, блин, воспользовались. Воспользовались. Команда Овала с тем, что Виндран был в КД. И сделали фраг. Молодцы. Круто. Круто. Сделали фраг. Счет у нас 0-1. ФБшка была для Эки. Как и, в принципе, в прошлой игре. ФБшка тоже была за командой Овалас. Как раз-таки за Бэтрайдером. Тебе это не нужно. Так, продолжаем. Продолжаем мы смотреть. Счет у нас 0-1. Третья минута. Так, что там? 9-2 против 11 на 3. Ну, нормально. Не то, что нормально. Ну, у всех плюс-минус поровну. Вот мид меня больше всего интересует. Пока что у нас 11 на 7 против 8 на 7. Блин, динают, что одни. Что вторые. Много динают. Ну, потеют, потеют. Видимо, не хотят Овалас. Отдавать эту карту. Не хотят проигрывать. Так, что там? Поймали. Поймали цемочку, да? Подвязали. Пошла гранатка. Пошла кристалл нова. Неплохо так Свиден Стронг пробил Санейко. Еще одна привязка. Есть стики. Сейчас будет... Сейчас будет фраг. 1-1. И тут же Свиден Стронг типает Санейко. Ну, любят. Любят друг друга. Они постоянно типают. Что-то там... Мне кажется, это не... Вот чем отличается про от не про. Реально. Ну, тир-1 от не тир-1 или что-то. Я не знаю, друзья. Убили где-то Брюмастера. Нам, к сожалению, не показали этот праг. И, возможно, убьют еще и Бэтрайдера. Так, сетка. Сетка УКД. Маны нету. Ой, не попадает. Повершот. Еще тычка. Еще нету уже две тычки, потому что она... Нахилился. Ну, ладно, хватает. Еще 3-1. Пятая минута. Сколько денег заработали? Ларкин топ. Приветствую. Привет, Ларкин. Как дела твои? Так, пятая минута у нас. Нифига себе, какая у меня должность. Очень приятно. Ну, звучит как будто бы прям ух. Как твои дела? Работали или нет? Ты как? Да, тоже. Все в порядке. Приехал с работы. Тоже, ну, тоже все нормально. Работал эти дни, чуть отдыхал. То есть все нормально. Вот сегодня финал. Я еще раньше хотел, там еще один матч меня интересовал. Я хотел посмотреть, но что-то не получилось. У меня... Ну, просто потерялись файлы. Не знаю, что-то там устарели. Я заново доту качал, так что? Вот смотрю финал. Так, здесь привязка по Санейко. Не дождешься. Ну, ладно, так и без драк. Так, давайте откроем Нетворс и посмотрим, что у нас по Нетворсам. Да, видим Doom. Топ-1, так, слышу, здесь какая-то драка. Сейчас виден Строн, возможно, умрет. Еще Тачка отдается крипам, да. Отдается нейтральным крипам. Красавчик. И умер. И респект, респект, жив в целом. Седьмая минута, друзья. Ну, сейчас у нас дота более активная. Карта, наверное, одна из самых активных на... Из всех прошлых. Ну, на прям ранних-ранних минутах. Потому что предыдущие карты довольно-таки вялые были на первых минутах. Никто не хотел драться, все хотели фармить. Кто-то хотел драться, но кто-то избегал драк. Так что... Такие дела. Да, как и говорилось. Как и говорилось, друзья. Панга чуть покруче постояла Эмбер Спирита. Панга как раз имеет топ-1 Нетворс. Дальше Бруда. После Бруды у нас Doom. Ну, плюс-минус ровно. Отстает прям вот так заметно Эмбер Спирит. Там на каких-то 300 голды от своего мидера. Не знал, что Санейка играет до сих пор. Я тоже не знал. Ну, как бы... Я еще чуть пораньше, то есть, узнал. Я как раз, если что, ванвин против Авалас. Два дня назад они встречались в финале верхней сетки. Так, подожди. У нас здесь нападение как раз таки на Клауда. Боже, как Свиден Стронг двоих связал. Красавчик. Ну, Клауда, видимо, это не спасет. Нет, спасает. Клауд выживает. А вот как раз таки Бэтрайдер умирает. И вылазка не самая удачная. А если еще и убьют здесь... Ну, ладно. Минус Санейка. Смоленайт хоть выживет. Да, Смоленайт выживает. Так вот. Я как раз хотел этот матч посмотреть. Финал сетки винеров. Они встречались. Там, кстати, на 2-0 закончилось этот матч. В пользу, само собой, ванвин. Но я просто пришел, приехал домой. Открываю Steam. А у меня что-то потеря всех файлов. И я просто там час или сколько качал доту по новой. То есть, не знаю, что случилось. Без понятия, почему так. Но просто качал по новой. И смотреть уже было некогда. То есть, подрубать только там уже середина была второй карты. Не было смысла. То есть, я так-то смотрел. Просто открыл и втыкал. Но не стримил, не комментировал. Так что тогда, в принципе, я и узнал, что Асанейка играет. Это его там команда. И помимо этого, кстати, убили здесь Нагу. Втроем была вылазка. Но убили Нагу. Да и пофигу. То есть, это пятерка. Это нормально, что... Так, слышу, где-то Doom садили. Doom садили у Брюмастера. Так, пошел до конца Шира под ДДшкой. Связали здесь Бэтрайдера. Убили Брюмастера. Убили Бэтрайдера. Минус 2 сделали команда OneWin. Так вот, они не просто на... Это не просто стак на этот турнир. Они там выступали на закрытых квалификациях. На открытых, по-моему, квалификациях на ПГЛ. И, ну, там неплохо себе показали. Возможно, даже на закрытых. И вспомню. Ну, реально неплохо. Неплохой уровень Доты показывают. Все-таки Санейка умеет собирать команды. Он шарит в этом. И, в принципе, то, что у нас счет 2-1, это все только благодаря Санейка. Потому что, ну, он реально круто драфтит. Так, хороший пик в обоих тимах. Панда смотрится здорово. Но Doom Country очень... Да, да, да. Полностью согласен, что очень сбалансированный пик, что у одной, что у второй команды. Плюс, Брюмастер здесь отлично заходит. То есть, много возложили на Дума. Дума, вот он доделает свои Мидасы. И нужно купить блинки. Постоянно закрывать как раз-таки этого Брюмастера. Но, помимо Дума, еще есть отличный Бэтрайдер, который также имеет возможность... Как раз-таки контрить этого Дума. То есть, Овалос имеет возможность первым нападать через Блиндаггер и пытаться подцепить этого Дума. Если они будут убивать Дума, тогда у Брюмастера руки развязаны, у Брюмастера руки развязаны. Так, подождите. Здесь пошла гранатка на Санейка. Залетает стрела от Свиденстронга. Минус Санейка. Неплохо так пристрелили. Главное, чтобы он не юзал бак с Мидазом. А что, не пофиксили до сих пор этот бак с Мидазом или что? Как так? Так, сломали тавер. Д-1, Брюмастер постарался. Посмотрим, посмотрим. Мне кажется, что Бэтрайдер... Я был на работе два дня. Я понял. Ну, я тоже. Я знаю, что есть бак этот с Мидазом. Но пофиксили его или нет? Я думаю, что пофиксили. Ну, должны были пофиксить. Там все его юзали по КД. Если Бэтрайдер будет все четко делать и будет выцеплять как раз этого Дума через Лассо, тогда, я думаю, шансы неплохие. О, Валос. Боже, как же он долго летает этот Эмберспирит. Убил всех паучков. Керри командовалась. Так, ну что, есть фокус по Т1 Тавру. Рядом здесь Бэтрайдер. Так, будет у нас драка. Поймали Санейка. Убили Санейка. Под роллентандером катается у нас Панго. Пошел фокус по Респекту. Ну, видимо, Респект будет умирать. Да, Респект умирает. Шира улетает на Реминанте. Так, улетела Стрела. Плюс Думчик в Бэтрайдера. Минус еще Клауд. Неплохо. У нас еще 9-4. Погоня за Эмберспиритом. Реминант будет. Реминант будет. Есть Реминант. Улетает пока что. Но здесь Бэтрайдер. Глассо поймал. И без шанса. Неплохую драку провели у нас команда Авалос. Косарь 800 заработали. Офигеть. Блин, понимаете, живу высоко. И прям слышу, что где-то ребенок на улице что-то плачет или что. Ну, прям слышу. Не знаю, слышно ли вам, но прям громко. Не знаю, что там. Возможно, что-то случилось. Так, есть еще статусом баг. Перекладываешь уранец Эмбера с аспектом. Тем самым, где можно использовать артефакты. Уранца ставишь обратно. Эмберспирит. И нет КД. Ох, не хуёси. Силы света используют сканирование. Жестко, жестко. Я вот про Течиса не знал. Так, здесь, кстати, нападение на Пангольера. Через сетку. Но пока что выживает. Так, Смиден Стронг провязала здесь. Санейка. Но драка закончилась ничем. Пока ничем. Так, Панга отбивается флаской. Пошла сетка от Наги. Пристрелили. Очень быстро убили Санейка. Пангольер под Роллин Тандером катается. Есть Сон. Такой более оборонительный. От Респекта. Но этого недостаточно. Сейчас просто будут убивать что Респекта, что Смиден Стронга. Да. Минус 2. В размен только на одного Санейка. Так, подцепили еще Широ. А что по Реминанту? Реминант есть. Улетает на Реминанте? Ладно, улетает. Широ выживает. Я бездумно вообще ничего не мог. Да, это правда. То есть на Дума здесь очень много возложено. Только вот помимо Дума у противника есть Бэтрайдер, которому пофигу на твое БКБ. Возможно даже Думу стоит задуматься об какой-то Линкен сфере или что-что-то. Но БКБ само собой, без БКБ никак. То есть я бы даже сначала не делал Шиво, доделал себе Блинк БКБ. И уже тогда, в принципе, как и Эмбер Спириту, нужно БКБ. Здесь нападение на Санейка. Санейка убили. У кого? У Панга появился. Арчит офигеть. Чуть не убил Широ. Он здесь получил в лицо Дум плюс привязку от Мункуши. Минус 2 в размен на 1. Ладно, неплохо. Блин, а вот мне нравится, что Пангольер купил себе Арчит. И тем самым контрит полностью Эмбер Спирит. Эмбер Спириту нужно делать фаст БКБ. Ну, либо Ветра. Хотя здесь лучше сделать БКБ. И у Бру Дэрчи. Так это дворц. Блядь, это офигеть. Будет сложно команде Ван Вин. Так вот полетел у нас Арчит. Ну все. Эмбер Спириту здесь нечего ловить. До того момента, как он не нафармит себе БКБ. Ну, либо Ветра. У Бру есть уже Спирит Весел. Дальше делает тебе Радианс. Ладно, давайте пройдемся по артефактам. ВРка. Напомню, это Керри ВРка. ПТшка плюс Майл Штром. Эмбер Спирит имеет Фейз. Майл Штром. Ну, блядь, нужно делать БКБ. Да, кстати, он положил себе. БКБ. А здесь что, поймали кого? Поймали Дума. Через Арчит убили Дума. Без шансов. Так, что там? Худвинга. Есть Аркан Буци. Делает себе Майл Штром. Нага. Аркан Буци делает Манту. Дум имеет Блинг. Мидас хочет сделать себе Шиву. Но лучше сделать БКБ. ЦМка. Только Аркан Буци делает Пивасик. Брутмазер. ПТшка. Арчит. Солринг. Пангольер. ПТшка. Солринг. Делает Блинг. Бэтрайдер. Имеет Блинг. Нафармил, кстати, себе Блинг. Делает. Форстап. И Бру Мастер. Я показывал. Имеет Спирит Весел. Опять. Пристрелили здесь Санейка. Блин. Уже 7 смертей. Уже как будто бы пофигу. Так. Против Бру Манту берет. А, все БКБ. Верхнюю башню сил света атакуют. И вайерке нужно БКБ. Бля, ну. Всем БКБ нужно. Что по итогам боя. 500 голды для команды Ванвин. Не знаю. Мне кажется, что возможно нас ждет такая более длительная карта. здесь. Возможно. Возможно мы увидим такую долгую карту. Пока, ну. 13.10. Там 3К за овалос. Но это немного. Что дата плюс думает. 60% на овалос. Но, пожалуй, соглашусь. Слышу там где-то бетрейдер. Или кого-то подцепил. То ли что. Что стаки забирают или что. Ну да. Так. Сейчас очень сложно будет им. Нужно на 3 на думе. Рефреш. Не знаю сколько еще. Сложно. Сложно. Хороший пик у овалос. Хороший. А у Ванвин очень жадный пик. То есть нужно время. Так что бруда почти доделала БКБ. Там 700 голода остается. Два рчи до БКБшки срочно. Ребята. Да. Ну Эмбер. Вот он надумал себе делать БКБ. Дума тоже делает себе БКБ. ВРК. Пока что делает свой Глейпнир. После Глейпнира будет делать БКБ. БКБ. Пайп. Тем временем появился Брюмастер. Кстати он передумал. И это очень верное решение. Вместо Радианса. Но Радианс есть еще возможность сделать. Хотя я бы уже не делал. Я бы делал его Агним. Так. Есть нападение через Дум на Брюмастера. Но блин. Много. Много. Живет. 100%. Это будет жить. Вот и стрелой пристрелили. И он все равно выживает. А вот Дум. Дум умирает. Да. Есть это сон от Респекта. Чисто такой защитный сон. Но Дума не спасли. Без шанса. Е-мое не убить. Да. Очень жирный. И это все благодаря Пайпу. Если бы сейчас не было Пайпа. Он собирал. Ну купил там себе Сакрит Релик. Для Радианса. Я думаю. Ну хватило бы дэмэджа. Может притык. Но хватило бы. А так просто без шансов. Ну я думаю. Что это Санейка. Реально Санейка сказал. Поймали здесь Респекта. Через Лассо. Плюс рядом Бруда своим. Он даже Арчит не давал. Просто убили. Курьера убил. Ай-яй-яй. Мункуши. Там был уже готовый Глейпнир. Две минуты без Глейпнира. Нашли здесь Свиден Стронга. И через Арчит. Убивает. Да. Захватывает преимущество. Сильное преимущество. Команда Валос. Верхнюю башню сил света атакуют. Силы света укрепили свои сооружения. Верстап появился в Бэтрайдера. Блин. Бэтрайдер доделает себе еще БКБ. И тогда... Тогда чуть ли не ГГ для Ван Вин. Не знаю. Верхнюю башню сил света атакуют. Так. Интересно. Что там в Пангаре собирается? Да. Собирает свой Аганим. Потом будет Башар. Да. Что-то чувствую. Тяжело будет Ван Вин. Очень тяжело. Что там в Дума по БКБ? Ну... Вроде как есть БКБ, да? Или что? Или нету БКБ? А, нет. Это только Огр Клаб. Огр Акс. Офигеть. Ну ладно. Прожимают они смоки. Двигаются в сторону своего топа. Только что Авалос убили вражеский терзатель. Так. Ну что? Есть нападение. Брю уже разложился. Есть Роллин Тандер. Катается он туда-сюда. Санейка просто под ультимейтом своим. Слышу Дум. Дум в кого? Дум в Бруду. Убили уже Монкуши. Убили еще Свиденстронга. Бруда все еще жил. Нет. Бруда не выживает. Пока что размен 3 в 2. Слышу Арчи. Арчи. Арчи по... Шире. Минус еще шире. Это минус 4. Размен на 2. Единственное, кто выживает в этой схватке, это только Респект. Поцепят? Но нет. 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 Нету Блинка. Не подцепили. О чем деретесь Брюка? Вы вообще не понимаете. Ну, согласен. Согласен. Я тоже этого не понимаю. Нужно... Нужно нафармить. Но, понимаешь, им тяжело. Да, на Касарик больше. Им тяжело, то есть, не принимать драки. То есть, очень тяжело. А Балас, там Санейко, который капитанит. Блин, он очень умный парень. То есть, я не знаю, сколько ему уже там лет, но он старый, блядь. В ведро уже такое, что... Не знаю, постарше Дэнди, наверное, будет. И у него очень хорошее понимание. Я более чем уверен, что все это... Всем этим руководит Санейко, который отдает там приказы, что нужно делать, куда идти, что покупать. Мне кажется, без Санейко такого бы не было. Этот парень умеет. Так что, десятка на 22-й минуте. На самом деле, это большие бабки. Большое преимущество. То есть, ну, по деньгам, да. По территории. Видим, что, в принципе, вон вина фармить все еще могут. То есть, территории есть, где фармить. Да, все еще. Все товара. Все товара у команды Абалас есть. Так, пусть отдадут до хобяи. С Рошаной, добрите его по победу. Думаю, было бы оптимально. Да. Рошана можно было забрать через ВР-очку. То есть, урон есть, в Мбирспирита есть. Думаю, да, можно было бы забрать. Заполучить Аегис. Почему? Нет. Более, что Рошан еще ни одного раза не умирал. Можно было бы. Ну, есть как есть. Так, что там в брудке? Яша. Дальше будет Монта. Дальше Линка. Все-таки хочет он защититься, как... А сейчас его будут забирать они. Ну да, то есть, они провтыкали вспышку уже. Так что, без шансов. Блин, если честно, выглядит как будто бы уже... Уже реально без шансов для команды Ван Вин. Ну да, Эмберспирит нафармит БКБ. Что там в Дума? И в Дума есть БКБ. Но здесь уже у бруды две жизни. Да, я видел, что у бруды БКБ. Я видел, да. БКБ плюс Яша. Сейчас будет Манта. Сколько там до Манта? Ну, еще порядочно, ладно. 700 голды. Хотели. Хотели, видимо, Бетрайдера здесь подцепить. Но Бетрайдер не отдался. Так, заходят на Т2. Пока что Смолинает в Соло. Потерял он всех паучков. И, видимо, отойдут. Ну да, да, у бруды много. Брудку, когда у бруды появится Линка, то есть, ну, бруду нечем убивать. Но совсем. Без шансов. Так. Орчит на Эмберспирита. Но Эмберспирит далеко. Да нет, нет. То есть, им не нужно убить здесь Фидденстронга. Им не нужно драться. Я вообще не знаю, что здесь делает Шира. У него есть Роминант. Подвязал он здесь брудку. Да, на Роминанте уходит. То есть, это драка ни за что. То есть, за это Т2. То есть, не надо драться. Я полностью согласен. То есть, нужно отдавать это Т2. Что, в принципе, и Ван Вин будут делать. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Нижнюю башню сил света атакуют. Что, хотят подраться? А, не увидели, что там ушли. Так, поцепили здесь Санейка. Но в ответ он получил. Арчид прожимает БКБ, который напармил. Рядом еще Дум. Санейка умрет. А что по поводу брудки? Ну, брудка выживает. Блядь, Санейка просто разменяли на Керри Верку. Без шансов. Просто без шансов. 26-ая минута. Так что, думаю, дота плюс. 75% на овалос. Нету. Нету пики. Ну, Верка очень сильно просела по Нетфорсу. То есть, нету там пики. Я ему БКБ еще бы дофармить. Вот встретили здесь Эмбер Спирит. Эмбер Спирита КД. Но вроде выживает. Есть еще сон. Нету. Нету просто денег. Как будто. Да, согласен. Как будто бы ГГ. Ванвин все-таки не Спирит, которые могут играть вторым номером жестко. Так что. Не знаю. У нас пока что продолжается. Да, там еще Т2 стоит в центре. Еще в ботом линии. То есть, пока что. Не прям конец. Но оно все к тому движется. Так, что там по артефактам. Что нового? Верка все еще нету БКБ. В Эмбер Спирита только БКБ. Худвит доделал свой Глейпнир. Нага Сайрен. Грифсы. Дум нафармил БКБ. Дальше будет Шива. В ЦМке. И Солар Крест. В Бурде офигеть, как много. Манта. БКБ. Орчит. Панга нафармил свой Блинк. Плюс Аганим. Так, здесь что? Здесь нападение на кого? Нападение на Бруду. Подвязали Бруду. Бруды, напомню, две жизни. Так, Бруда теряет первую жизнь. Катается на Рулин Тандере у нас. Панга туда-сюда. Так. Брюмастер разложился. Брюмастер. Что там собирать себе Брюмастер? Лотус. Бля, отличный выбор. Развели, да. Ну, время чуть выиграли. Да, время выиграли. Молодцы. Ну, это так прям. Оно так или иначе ничего не изменит. Пока что. Нужно время тянуть. Да, то, что выбили Аегис, это плюс. Там еще где-то минута с чем-то. То есть какое-то время было. Возможно, стоит команде Абалас подождать следующего Рошана, да? Заполучить больше территорий, попрессинговать, пойти поставить свой вижен. Но у них, кстати, вот здесь неплохой вардик стоит. Видит. Тяжело найти этот вардик. Здесь неплохой вардик. Но я бы поставил еще один здесь, чтобы контролировать вход на вражескую двойку. То есть, да, и делать какие-то там вылазки, когда кто-то из коров выходит пофармить. Иду мне тратили, как-то хочется в них верить. Ну, блин, не знаю. Мне кажется, уже... Как будто бы уже их песенка спета чему-то. Не знаю. Ну ладно, 29-я минута. Хотя не давит почему-то. Не знаю. Я думаю, все из-за того, что у них нету права на ошибки. Они хотят очень осторожно сыграть. Возможно, кстати, будут дожидаться следующего Рошана. Кто его знает. Хотя бруда вот была под ДДшкой. Под ДДшкой можно было сделать какую-то вылазку. Урона много. Ну, лично я думаю, что у нас будет пятая карта. То есть, что здесь тяжело будет отыграться уже. В Смоках команда Аваласа не потратили скан, но не угадали. Здесь Жучков убивает нас Эмберспирит. И что? Т1 все еще стоит в центре на 30-й минуте. 30-я минута игры. Так, Бэтрайдер пошел вперед под БКБ. Цепляет он Дума. Есть от респекта сон. Хотят спастись. Хотят спастись, да. Дум спасается. Ну, а, видимо, Нага Сайрен без шансов. Ну, ладно, пусть Нага Сайрен умрет. Все-таки пятерка. А твой Дум, твой Кор будет жить. Это нормально. То есть, малой кровью отделались. Только вот... А малой ли кровью? Сейчас заберут Т2 и пойдут на ХГ или нет? Или все-таки сыграют более осторожно и отойдут? Ну, видимо, более осторожно будут играть. Да, после Аганима делает себе башер панга. Ну, это страшный панга. Под Аганимом, под Арчином. Блин, не знаю, реально ли... Я более чем уверен, что это Сенейка дает приказы, которые артефакты покупать. Потому что, ну, все очень круто. Реально очень круто. По артефактам, по тому, как они выбирают предметы, как они двигаются, что нужно делать. Да, осторожничают. Но у них нету права на ошибки. Возможно, из-за этого и осторожничают. Тридцать первая минута. Что-то я не уверен, что OneWin смогут сильно затянуть игру. Не знаю. Башер. Башер появится у панга. Еще дополнительная проблема для команды OneWin. Да, видим, что OneWin уже мало фармят. Намного меньше, нежели их противник. То есть, меньше территории свободных осталось. Неплохой вижен здесь был поставлен от команды Абалос. Они полностью контролируют нижнюю линию, контролируют вражескую двойку, отчасти контролируют лес. И как будто бы OneWin просто зажались. У себя на базе. Вот забирают свой терзатель. Да, есть терзатель. Свиденстронг получает Аганимшарт. Но, видимо, будут заходить по нижней линии. Хотя полминуты осталось до следующего Рошана. Возможно, стоит подождать. Или они хотят просто кого-то подцепить перед этим Рошаном. Открой уже байбеки, чтобы понимать. Так, да, поймали. Поймали Свиденстронга. Минус Свиденстронг. И у Свиденстрона, если что, байбек есть. Привязали здесь Санейка. Роллин Тандера от Панга. Вкатывается он по Наге. Минус Нага. Это уже минус 2. Поцепили еще здесь Эмбер. Эмбер прожимает БКБ. Уходит. Или не уходит. Подвязал здесь Бэтрайдера. Байбекается у нас Свиденстронг. Шира. Шира пока что жив в цел. Прожимает Грифсы. Выживает. Так, минус ЦМка. Нет. Нет. Все-таки минус ЦМка. Развлетелся, но недолго. Пока что размен 3 в 1. Так, можно писать ГГ. Да, можно писать ГГ. Че-то Керри ВРК здесь... Ну, никак. Никак. Керри ВРК в принципе была незаметной. Да, Лапанга. Да. Нет урона. Просто нет урона. ВРК очень быстро убивает. ВРК нет урона. ВРК все защитные артефакты. А на 3-4 минуте этих артефактов недостаточно. Вот он делает себе походу линку, да? Защититься от лассо, но... Сбить линку не проблема. Там 2 арчида плюс плевок от бурды. Кто-то может сбить. Бля, бэтрайдера офигеть много. А есть уже 25-й? Нет, 25-го еще нету. Да, Рошан забирает команда Абалас. Аегис для Смоленайта. И нужно идти. Нужно идти и ставить точку на этой карте. Заканчивать. Потому что все для этого уже есть. То есть критическую массу команда Абалас давным-давно набрала. Так что почему нет? Главное не на тупить сейчас. То есть пока что с реализацией у них все отлично. Посмотрим, как там Санейка сейчас будет управлять командой. Что он будет делать. Но нужно просто идти и закончить. Здесь не нужно придумать какой-то велосипед. Да, Смоленайт забирает Т-3 Тавр. Остались голые бараки. Не знаю, они очень осторожны. Ну, прям жестко. Есть Блитнир, есть Привязка. Так, слышу, кого-то выцепили. Выцепили опять Свилин Стронг. Да, Свилин Стронг умирает. Напомню, у него Байбека нет. Он в прошлой драке Байбекался. Также Эмбер Спирит умирает. Эмбер Спирита Байбек есть. Нужно Байбекаться, потому что они пойдут и на вторую сторону. Так, Гликнир по двоим. Мункуша разультился. Широ Байбекается. Но этого недостаточно. Просто недостаточно. Лотус висит на Пангольере. Мункуша поймал в лицо Орчит. Ну и опять защитный Сон от Наги. Брю просто разультился, пошел вперед. Не знаю. Уже без вариантов. Просто без вариантов. Это такое. Так, чисто подраться. Летает Широ в ветрах. Ну что, заходит. Заходит, смотри, Най тут уже ломает Т3. Тауэр в центре. Казда ломает. Пойдет на бараке. Да, я думаю, что он просто уже так. Чисто на отходе кинул и все. На ВРК. Ну я понимаю, что ты про ВРК говоришь. Я смотрел. Но он так чисто. То есть он понимает, что уже никого не подцепить. И так чисто уходит на базу. Парагенец. Он просто скинул, чтобы пошел КД. Ну я себе так думаю. То есть какого-то смысла в этом нет. Так, кого поймали. Поймали Эмберспирита под Арчидом. Напомню, Эмберспирит выживает. Хотя бы кого-то у него не было. Опять Дум в Пангальера, который уже под Роллин Тандером. Бесполезно просто давать Дум в Пангах. Брюмастер имеет возможность умереть. Да. Брюмастера забрали. Забрали еще Бэтрайдера. Ну уже неплохо. Только мне не нравится, что Дум постоянно дает свой ультимейт в Пангальера, который уже под Роллин Тандером. В чем смысл? Не знаю. Зачем? Блуторн. Блуторн. Бруда просто неубиваемая. Как же хорошо зашла здесь Бруда. На самом деле ВРК неплохо играет против Бруды. Даже очень неплохо. Но здесь просто перепикали или переиграли, я не знаю. Потому что и тот пик хорош, и этот пик хорош. Ну, видим, что вся инициация исходит от Бэтрайдера. Оно уже говорилось несколько раз, что на Бэтрайдера возложили большие надежды, да, на плечи Бэтрайдера. Из-за того, что нужно делать что-то с этим Думом. Ну, они просто по КД выцепляют Худвинга, которого убивают там за секунду. Из-за этого Ван Вина остаются в меньшинстве. Им посложнее драться. То есть, они теряют на самом деле много дизайбла, потому что Худвинг имеет много дизайблов. Плюс у Худвинга неплохие артефакты. Есть Длипнир, есть Фортстав. То есть, ну, что-то может сделать этот Худвинг, как будто бы полезный. И Акторин Кор появился. Решил он не делать себя Эбисол. Возможно, он и прав. Ну, что. Выглядит, как будто бы последняя драка насаждает. Та самая за игру. Хотя, мне кажется, та самая за игру уже давным-давно была. Так, Глейпнир по Смоленайту. Провязали Смоленайта. Напомню, Смоленайта есть две жизни. Смоленайт прожимает БКБ, отжарается. Минус мидер команды Ван Вин. Минус пятерка команды Ван Вин. Что мидер Байбека не имеет. Респект. Байбекается. Так. Так, ну, что там? Ну, Манкуша совсем не пробивает Смоленайта. Сбили Манкуша. Линку нужно быть теперь осторожным. Есть у него Кристалис. Конечно же, хоть какой-то урон. Глейпнир. Ну, здесь арчит. Ну, просто не пробивает. Сейчас будет умирать. Да, это минус Манкуши. Минус. Пока что Дум живет. Дал в этот раз он в Пангольера свой Дум до Ролин Тандера. Но там просто еще в КД. И Манкуша прописывает Гудгейм. Блин, какие же молодцы. Команда Авалос. Реально молодцы. Напомню, что счет был 2-0. Просто 2-0. Начинали. Притом на Изи. На Изи начинали, что первые забрали, что вторую. Ванвин забрали. И вы знаете, я что-то думал, что возможно у нас будет 3-0. А по факту получается вот уже 2-2. Так, я увидел в этой, я увидел в этой игре, что в мидгейме такое преимущество себе сделано. Тима Садайка, что без брода решили и убивали. 4-5. Ну да, да, да. Жестко. Жестко прям. Ну VR-ка очень сильно просела. Вот VR-ка как будто бы выпала из игры там на мидгейме. Клей Чилл. Привет. 3-2-2 какой-то. Ну я не знаю. То есть я чисто так смотрю, комментирую 3-2-2 здесь или нет. Это, то есть меня это не интересует. Возможно и 3-2-2, кто его знает, друг. Но команда уровня Ванвин, которая едет на The International, то есть вляпаться из-за там каких-то десятков тысяч долларов, я думаю, не стоит. Все-таки их главный спонсор, да, компания Ванвин, БКС, там, ну, не знаю, миллионы, миллиарды, там, доходность, я думаю, им это просто не нужно. Я более чем уверен, что у игроков Ванвин на достойные зарплаты и заработать себе, чтобы там где-то спалиться на 3-2-2, я думаю, без шансов, без шансов. Хотя все может быть. В нашей стране, особенно в странах пост-СНГ, то есть все может быть. Ладно, друзья, что по игре? По игре большие молодцы Авалос, Авалос круто пикнули, круто задрафтили, четко постояли. Линия, да, как и говорилось, линии были очень ровные. Да, Панга чуть там пободрее постоял против Эмберспирита, но в мидгейме все решилось. Верка сильно отстала по фарму, Авалос начали давить, 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 заняли огромное преимущество по бабкам, потом по территориям отжали все товара и, в принципе, дождались Рошана и без каких-либо проблем пошли и закончили эту карту. Так что счет у нас становится 2-2, а это что значит? А значит, что мы ждем пятую карту. Друзья, подписывайтесь на мой YouTube, подписывайтесь на Telegram, там будет много и очень много интересного, там есть возможность пообщаться со мной, там есть все анонсики, так что буду рад. Друзья, я, если что, иду на небольшую паузу, подрублю вам музычку и услышимся на следующей карте. Так, ну да, очень жестко, если Снэйк реально говорит, что делать, помочь, то можно в это поверить, если он долгое время играет, в общем, красава. Да, ну я, это мое мнение, что все это благодаря Снэйк, я так думаю. Ладно, друзья, услышимся на следующей карте.